Террористический потенциал Привет, друзья, я Григорий Герман. Чувствуете, кислым пахнуло? Мы в Украине очень хорошо чувствуем, как кислым несется с севера и востока. Ученые выяснили, что человек может уловить настроение другого человека благодаря специальным химическим веществам, феромонам. Они же, эти ученые, определили, что у большинства людей кислый запах ассоциируется со страхом. Липким, парализующим, кислым страхом. Кислым несет в кремлевских кабинетах и офисах путинских подельников. Кислым несет из пропагандистских студий и редакций. Там всюду поселился страх. А там, где страх, там истерика. Она рвется, она фонтанирует из всех, кто понимает, наступление ВСУ будет. Украинский диверсионно-террористический потенциал – это вещь, которой следует опасаться и готовить необходимые меры нейтрализации. Мы сейчас зубами, всем, что только можно, вот все, что можно взять в руки, мы, конечно, никому не дадим забрать наш остров. Какую цель они преследуют? Они фактически убивают туристический сезон, который будет в Крыму. А мы не даем себе до сих пор ответа. То есть у нас есть некоторое внутреннее понимание, но мы его пока не сформулировали и не формализовали. Мы по-прежнему говорим, слушайте, а что происходит? Но он расчет идет к одному – к тому, чтобы нанести окончательное поражение и Россию в этом виде, как говорится, уничтожить. Они-то своего контрнаступления победного так и не дождались, того самого, которое «мы еще и не начинали, а вот сейчас как? Начнем!» И теперь, отвоевав часть города площадью в 41 квадратный километр, потеряв несколько десятков тысяч солдат, сотни танков, они боятся. Боятся, что не хватит оставшихся, чтобы кишками своими остановили Абрамсы и Леопарды, Брэдли и Мрапы. Потому что ничем другим, кроме как своими телами, останавливать-то не умеют. Все боятся. Ну, кроме Третьякова, конечно же. Этот старый конь в контрнаступление Украины не верит и пытается всех убедить, мол, информационный вброс. Не более того. Это в значительной степени информационная кампания, рассчитанная на деморализацию населения России, отчасти наших вооруженных сил. Ну, понятно, что их это меньше всего касается. Особенно население Крыма. Информационная кампания, рассчитанная на деморализацию. Ну, не совсем так. Точнее будет это военная кампания, рассчитанная на аннигиляцию в Украине армии России. С ее чмобами, чмобиками, мобиками, урками, кувалдами и еще всяческими гордостями русского мира. Хотя деморализацию мы действительно можем видеть на лицах ведущих в студиях. Судя по физиономиям Читы Скобеевых, страх у них на лице, сердце в пятках и адский огонь. И еще в одном там скрепном месте. Притом, вот уже наверняка месяц как. Помните, как Скобееву понесло на прошлой неделе? Я вот прям налюбоваться не могу. Ну, то есть русские сражаются за свое существование, за страну и за родину, а украинцы, как в том анекдоте, грубым и злом за право быть геями. Умирают, в частности, прямо сейчас под Бахмутом. Можно ли эту цель считать достойной? Ну, по поводу того, за что борются украинцы, я популярно на прошлой неделе объяснил. Можете еще раз посмотреть, там все ярко и понятно. А вот сейчас я хочу обратить ваше внимание на лавку, где у нас под подъездом старички-пропагандисты собираются. Тонкую для России тему геев они трогать боятся. Ну, при живом-то, Волошину, зачем? Тем более, что Карен, человек шоу-бизнеса и прекрасно знает, кто, кого, сколько раз и куда. И зачем тоже, кстати, знает. Тем более, что есть тема безопасная и беспроигрышная, проверенная. Еще советской выдержки. Вот понимаете, с нами ведут войну на уничтожение. Они не стесняются это говорить. И мы все знаем. И народ знает на самом деле, почему, как говорится, наш народ на самом деле понимает. Нельзя сказать, что ему нравится война, но он понимает, что это действительно война на уничтожение. Так и есть. Правда. Уничтожается русский народ хорошими темпами в ритме сальсы. Спорить не буду. Много. Каждый день много. Только вот сказать, кто и, главное, зачем народ-то уничтожает, у Корана язык не поворачивается. Вон, как его баранин. Я имею в виду все-таки, как говорил Вронский, я люблю ясность. О, сейчас, вот сейчас объясню, сейчас, секундочку, вот, люблю ясность. Вот точно, сказал же, да, сейчас все он скажет. Понимаешь? Вот это вот, мне кажется, ясность, надо все-таки для себя как-то определиться. Это не значит, что надо вот сейчас что-то. Ну, вот, когда внутренний этот стержень есть, мне кажется, он как-то, нация его чувствует. И тогда ощущения вот эти, они уходят. Они как-то испаряются. Не шмагла. И так, и это. Так, надо, для себя как-то, но нет, не решился. Мялся, как институтка, и таки слинял. А ведь знает. Но знает и то, что слова эти, кто на самом деле народ российский уничтожает, если их произнести, сказать правду, это же приговор самому себе. Поэтому и не вылазят эти слова, не лезут. Я имею в виду все-таки, понимаешь, вот это вот, мне кажется, ясность, надо все-таки для себя как-то определиться. Понимаешь? А это не значит, что надо вот сейчас что-то. И тогда ощущения вот эти, они уходят. Понимаешь? Они как-то испаряются. Понимаешь? Боится, гордый сын советского кинематографа. Боится, лауреат инородный. Понимает, что скажет правду и приговорит себя к немилости бункерного. А после этого ему все его премии, звания и даже кресла директора Мосфильма засунут туда, откуда не вытащишь. А бункерный нервный в последнее время. Потому что тоже боится. И пытается купить выход из могилы, в которой стоит уже по пояс, заплатив жизнями своего народа. Подписав народу приговор. Умереть за любимого Путина. Число, подпись, дата. И вот тут парадокс. Вот в России все, ну кроме совсем уж тупых и упоротых, все все понимают. Понимают, чувствуют. Но никто ничего не делает. Даже те, кто может что-то сделать, те, у кого ресурс есть, ну финансовый как минимум, ничего не делают. Только языком треплют. Россия, которую мы так искренне любим, она оказалась в лапах от этого мудила. Потому что со мной... Да, да. Который исповедил какие-то странные композиции 19 века. Это ничем хорошим не может закончиться. Закончится адом. Люди будут убивать друг друга за улицах. Резать там и так далее. За улицах Москвы нет. Улицах Москвы нет. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. Конечно, начнут резать. Обязательно начнут. А как же не резать-то, если деды резали и прадеды. Начнут еще. Как начнут? Как именно начнут резню между собой патриоты самого доброго и справедливого русского мира в коротком отчерке пропагандонов? Так сказать, от первого лица. И когда закончится СВО, они начнут друг друга долбить. Ну, то есть, они морально к этому уже готовы. Ветераны Майданов, сбежавшие в Россию против патриотов. Патриоты-сталинисты против патриотов-монархистов. Просто дебилы против просто идиотов. Они же реально невменяемые. Значит, там полемика вокруг шамана. Одни орут, это подонок, это фашист. А вторые патриоты, да? Им орут в ответ. Сдох ваш Сталин, сдохните и вы. И главный патриот, господин Пригожин. Гиркин не даст соврать. Мы действительно получим в качестве главного патриота страны господина Пригожина. С его кувалдой и уголовными понятиями, обещаниями всех обоссать. В России всегда найдется, кому резать. Кому живодерить. Традиция такая. Всегда найдутся те, кто подхватит кувалду из уставших рук. Всегда находились. И при Николае Кровавом, и при Иосифе Грузинском, и при Владимире Путлере найдутся. Он, Лукашенко, уже нашел, кому кувалду передать. А кто, чтоб знал, Регорович? Чтоб знал это про белорусские и русские народы? Чтоб знали и боялись героев с кувалдами и молотками в руках? Защитников отечества от врагов внутренних? Ну, потому что внешние враги это слишком опасно. Украинский фронт показывает. Ну, тогда все нормально, тогда все в рамках традиции. Вот, есть еще один защитник отечества, Соловьев, тоже наверняка с кувалдой под кроватью, весь в соплях по поводу наступления ВСУ. И со своим традиционным бахнем. Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие? Нанести удары по местам дислокации и расположения? Центр в принятии решения Украины? Ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем его разрабатывали? Да что вы, для сдерживания? Ну что, сдержали? Соловьев, Гурулев и прочие любители бахнуть такие смелые, потому что они сразу после того, как они набахкаются в студиях, едут домой и засыпают в своих теплых постельках из дороговалютного шелка сорта Молбери, нежного, как поцелуй младенца. Они бахкают, потому что знают, их бахкание ни на что не влияет. Ну, кроме жителей Верхнего Волчка, которые засыпают после таких передач, также сладко, но без шелковой постельки. Те, кто могут бахнуть, этого никогда не сделают, потому что знают, ответка прилетит моментально. И будет она приблизительно вот такой. Варят, убирай отсюда Урал, бегом! Соседний дом, дрон, хоклятский, полетел. Фу, отвели на... За Луганск называется. Фу, фартовый. А вот если звезда пропаганды будет много звездить, сценарий с кроватью и сном может резко поменяться. Я отсюда Урал, бегом! Урал, отсюда! Соседний дом, дрон, хоклятский, полетел. Так что лучше занимайтесь любимыми страшилками для своего электората, ищите врагов внутри. Это вы умеете виртуозно, со скрежетом зубов, праведным гневом и убийственным перегаром. Понятие враг народа. Не надо этого стесняться. Враги есть, понятия нет. Причем не только там, которые дебильные приказы отдают, но в том числе здесь, на гражданке, про чем мы говорили, все эти ждуны, все остальные это сволочь, которая в наличии имеется. Мы чего стесняемся? Была дисциплина, и сегодня краеугольный вопрос, вот то, о чем вы говорите, ключевое слово. Дисциплина всех, от рядового до маршала. И медлить не стоит, а то народ как-то теряет ориентиры и начинает считать своими врагами тех, кто лепит на машины буквы разные латинские, ленты разные колорадские вешает. Сдирают, понимаешь, наклейки ленты. Машины царапают, а иногда и не машины, а морды. Взял наклейки на машину, целую пачку георгийских ленточек. И спрашиваю, почему на машинах так мало георгийских лент, друзей, товарищей, знакомых, а все боятся. А вот ты тоже боишься, когда у тебя разломит лобовое стекло, поцарапают? А напомню еще раз, там, где страх, там и истерика. А там, где истерика, нервы рвутся, и подсознание наружу лезет, вырвавшись из цепей напускной интеллигентности. Норкин, он вспомнил очко-жим-жим. Вы переворачиваете факты. Значит, суд на меня подайте, пожалуйста. Считаю, нужно подам. А что? Очко-жим-жим, что ли? Очко-это у вас жим-жим. Ух ты, ух ты, ух ты. А я думал, это ваш лексикон рэперский. А что вы куда-то идете? У нас нет жим-жим, очко-жим-жим. Блатная пыль у вас на ушах. Смотри, как умеет. Умею. Смелый парень. Всегда был. А вот в суд подать на меня не можешь. А зачем? Боишься, потому что. Кого? Не знаю, кого. Вас, что ли? Нет, меня-то что боишься. И кого-то здесь, вы думаете, боишься? Просто боишься того, что последние твои поклонники поймут, что ты сыпал. Хорошо. Вот и все. Да нет, ладно. Блатная пыль на ушах у Норкина. Ух ты. Это реально очень смешно. Давайте еще раз посмотрим. Очко жим-жим, что ли? Очко это у вас жим-жим. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Блатная пыль у вас на ушах. Ух ты. Ух ты. Ух ты. И вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. А какой был мужчина. В очках, пиджаке, седовласый. Ладно, оставим приблатненного Норкина и его оппонента. Они же в одном правы. Очко у всех жим-жим. Потому что в последнее время страх неизвестного начал материализовываться. И вот этот вот страх. Ладно, там какие-то шайтаны-аэрофланы. Они в небе, они далеко. Бомба вообще штука непонятная. Тут вот мужики пропадают. Только что был здесь, рядом, вечно пьяный. Баба глазами так морг. Нет мужика. Уважаемые власти, всеуполномоченные и компетентные органы. Обращаемся к вам мы, жены, родители, родные, мобилизованных мужчин Благовещенского района Алтайского края. Вынуждены записать к вам это публичное видеообращение. Помните, как в милиции говорили? Жены, раньше, чем через три дня, не вернувшихся домой мужей не ищем. Забухал, загулял. А тут сказали, на войну идем, и нет мужей. Но подождали три дня. Потом еще три месяца. Нет, мерзавцы. Загуляли такие. Мы получили устный ответ, что они не владеют информацией, а также, что ответы на эти вопросы не в их компетенции. Предоставить им только номер части. Свяжавшись с руководством данной части, получили ответ, что такие военнослужащие у них не числятся. Эта цепочка замкнутого круга показывает, что указания президента об оказании помощи всеми мобилизованных граждан полностью игнорируются и не исполняются. Милые, на самом деле нет, дамы. Эта цепочка замкнутого круга показывает, что и не до президенту, и не до военкому нет дела до ваших мужей. А также не начисляются выплаты за участие в боевых действиях. Просим разобраться в этих вопросах. А так как экономика испытывает отрицательный рост из-за мудрых решений все того же не до президента, и денег на выплаты гробовых все меньше и меньше, у военкомов возникает шальная мысль. А вообще были ли они эти мужья? Ну то есть какие-то точно были, есть, пока. Вон с другой фронтовой стороны тоже пишут обращение. Правда, что характерно, ответа тоже нет. Вам обращается личный состав добровольческого батальона «Поток». 17 апреля 2023 года на результате атаки ВСУ на позиции батальона «Поток» были потеряны две позиции в связи с плохим обеспечением боекомплекта, огневым прикрытием минометным огнем, безответственным отношением к выполнению своих обязанностей руководства батальона «Поток». Командование ЧВК «Вагнер», узнав об этой ситуации, в агрессивной форме, с угрозами расправы над личным составом батальона «Поток», блокировал отход с линии боевого соприкосновения и запретил ротацию, не упускает личный состав в безопасную зону. Куда драпать? Это что получается, гниды окопные? Президент, значит, на фронт едет, жизнью своей рискует в 120 километрах от линии боевого столкновения, то есть практически под пули лезет, можно сказать, а вы тут патриотически отступаете? Всем стоять! Трамвай прижаться вправо! Папа приехал! Шухер! Говорит, папа приехал. Мало того, что там Шухер навел, ну, каждого проговорил, с каждым посмотрел, каждого понял и определил задачи. Какие? Ну, товарищ командующий, извините, по открытой связи не можем. Я с ними полностью согласен. Шухер навел, поговорил с каждым. Прям вот с каждым взял и поговорил. Вы, главное, Андрей Викторович, не нервничайте. С вашим цветом лица нервы – это прямой путь к инсульту. А что мы без ваших неповторимых выступлений делать будем? Помилуйте! Сейчас красивая сестричка подойдет, укольчик сделает, и все галлюцинации пропадут. И папа, святой московский папа, с каждым офицером разговаривающий, и Шухер пропадет, и разговорчики, все пропадет. Останется только Песков. Человек наоборот. То есть все, что он говорит, на самом деле наоборот. Поэтому, когда Песков говорит, что… Вы видите, какой у нас президент. Ну, он, собственно, как был, он так и есть мегаактивный. С трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Значит, Путин весь в соплях, так по бункеру от страха бегает кругами, что никто из двойников его догнать не может. Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время, как он сидит в бункере, да? Еще одно вранье. Дмитрий Сергеевич, ну, в твоей ситуации одним враньем больше, одним меньше – нонсенс для артиллерии. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье. И то уже Путин не завидует. Чему тут завидовать? Камере в Гааге, которую ему уже помыли и подмели? Или миллионам проклятий, которые каждый день деду карму дырявят? А Путин еще, как говорят, не бухает, чтобы нервные клетки разжать. В отличие от одного комика, не бункерного, этот обильно нервные клетки разжимает регулярно. Ну, в смысле, бухает. Много. Смелый становится очень. Если в твоих руках есть какое-то оружие... Всех перережем, весь мир на колени. Рука, говорит, не дрогнет. Ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить. Все эти факторы не следует недооценивать нашим потенциальным противникам. Тем странам, которые мы сейчас вполне адекватно называем вражескими. Это ж, кажется, человек, чья рука у Медведева в скрепном торчит и не дрожит, сказал однажды, зачем нам такой мир, если там не будет России. Правильно? Это же этот человек сказал, да? Я помню, пошли все цитировать, обсасывать идею. Соловьев, конечно, первый с чувством. Так душевно. Выход же простой, как сказал наш верховный главнокомандующий. А зачем такой мир, в котором нет России? А потом сами же и удивляются. За что это нас так ненавидят? Ненависть у тех народов, которые сейчас, против кого мы сейчас, собственно, воюем. Из чего такая ненависть? Никто их особо не трогал. Особо? Не трогал? А вот мы тебя чудо-ракетой ночью потрогаем прямо в дом. Так, чтобы ты весь в крови и дети твои в крови. Норм? Не особо тронули? Нет? Нет? Понятное дело, никто так делать не будет. Когда вы по мирным бьете, мы по военным отвечаем. У нефтебазы в Севастопоне спросите. А почему ненавидят всех русских? Так вот у Пескова, можете спросить. Это он ответственность за ненависть с себя и с папы скидывает на всех сидящих в зале. Вот смотрите, как это делается. Они нас ненавидят. Просто ненавидят. Как сумасшедшие. Все. Они все жертвы. Их оболванили. Их заколдовали просто. Они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским. Они нас. Нас всех россиян. Посмотрите, как Пескова Путины за вашими спинами прячутся. Нас ненавидят. Ненавидят всех нас. Потому что мы начали войну отечественную. Да фиг там. Это у украинцев война освободительная и отечественная. Батькивщину, отечество, по-вашему, мы освобождаем. А вы, вы защищаете огромные деньги ваших властителей. Огромными жертвами. Молча, по-рабски. По большому счету, эта война уже давно отечественная. Мы про это говорили. Это отечественная. Мы об этом говорили. Там ставят задачу нас уничтожить. Вы не записываете обращение, какого ниже пупа мы вообще тут на фронте делаем. Вы вымаливаете себе условия получше, чтобы комфортнее было украинцев убивать. Земли захватывают. Вот поэтому вас, россияне, ненавидят весь мир. Действительно, ненавидят и презирают. Но уничтожать хочет не вас, а вот этого. Да, мы делаем это. Но кто начал? И этого. Что тебя не дрогнет рука его применить. И этого. Они нас ненавидят. Это они, зная вашу покорность, отправляют вас умирать. И вы это тухи сам чувствуете и тихо ненавидите их все. Но они это знают. И вашу ненависть от себя они на кого угодно переводят. Вот, например, на мусульман. Ну и почему мы должны вот это терпеть в 8 утра в городе Москве? Нас что, захватили или что? Почему нужно терпеть? Вот как это объяснить, а? Ну давайте, как я бы своим детям объяснил. Это мусульмане. У них праздник Рамадан. До этого они месяц очень много молятся и постятся. А в конце этого праздника у них специальный день. Вот как у нас Пасха. День радости. Когда мусульмане собираются вместе, молятся и радуются. Ну вот как-то так. Да простят меня мусульмане, если где-то я в чем-то был не точен. Я же говорю, это как бы я объяснял своим детям. Если вы исправите меня в комментариях, я буду очень благодарен. А вот почему русские не могут понять это и вытерпеть Рамадан? Но каждый день они терпят убийство своих мужей и сыновей. Как вам такой вопрос? За что гибнут мужики, за наворованное у вас же десятилетиями? Ведь никакого другого геополитического смысла в этой войне нет. А Путин увязывает власть и жизнь свою в одном пакете неразрывно. И сейчас он не то, что не может отступить. Он понимает, что ценой его пройвища может стать его жизнь. Вот какая ситуация. Он бы отступил сейчас. Он бы и мир заключил. Но он не может мир заключить на условиях проигрыша. Его сожрет своя собственная элита. С потрохами. Порвет как тузик грелку. Вот в мелкие клочки. И где эта твоя победа? Где это наши барыши по Украине? Где это наши дележки пирога? Ты же сказал, что ничего не будет. Что у них яиц нет. Что они никогда не договорятся. А что получилось? Никуда не поедешь. Тут барьеры. Тут запреты. Тут аресты. Тут проклятие. Кого ты нас превратил? Мы тебя поддержили верой и правдой. Да, ты нам давал грамм в страну. Но извини, а мы тебе все тоже, так сказать, сносили, так сказать, твою долю львиная. И теперь чего ты с нами сделал? А кто тебя просил? То есть ты говоришь, как тузик грелку? Но чтобы вы, россияне, этого не поняли, перед вашими носами все время делают какие-то пасы руками, все время на кого-то указывают. Эй, гражданина, ты не сюда, ты туда смотри, там кто-то себя неприлично ведет. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества. Насаждая основанное на правилах порядок, его авторы высокомерно отвергают ключевой принцип устава ООН – суверенное равенство государства. Эй, гражданина, это не мы, это американцы гадят. Нагадить – это стало основным тезисом, основным инструментарием в американской политике. Вот это мастерство отточено до совершенства. Другого ничего не умеют, созидать не умеют. Помогать не умеют, сочувствовать не умеют. А гадить умеют. Сказала обгаженная по самой декольте Захарова. Гадят на нее, гадит она, какой-то фестиваль обгаживания в России. Все в овне и только Путин в белом. А кто скажет обратное, тот враг народа. Вводить понятие враг народа. Не надо этого стесняться. Враги есть, понятия нет. Украинцы показали всему миру, кто на самом деле говно. И когда это увидят еще и народы уже так называемой России, все внезапно осознают. А Москва-то и не нужна. Когда Путин расшибет лоб окончательно в Украину и всем это станет понятно. Все поймут, что нет никакой сильной России. Миф это. Все, вот этот подъем с колен, это все ерунда. А и путь просто куда-то в бездну. И когда люди это поймут, они тогда окажутся в идейном вакууме. И в этот момент, когда будут думать, что же делать и как дальше жить, как жизнь выстраивать. Но в этот момент этническая интеллигенция в национальных республиках скажет, слушайте, а что мы вообще с этими там придурками? Ну, они сами такие дураки. А мы же сами можем. У нас что, своя собственная культура, значит, своей экономикой можем выстроить ее, да. И допустим, черт, идут такие русские со своей Москвой. Помните бомбу, которая упала в Белгороде, а потом взорвала? Российская же бомба, предназначенная убить украинцами в соседнем Харькове. Убить женщин, убить детей. Но сорвалась сушки и упала. Вот у белгородчан не возник вопрос, а куда это сушки носят бомбы через ваш город? Нет. Ну, или я не слышал, не видел таких видео. Были? Нет. А значит, им все равно. Это называется паралич. Все чувства парализованы из-за страха. Потому что очень страшно за своей жизнью. Потому что они все знают. И очень боятся, что придут суровые украинцы, и с каждого спросят. Самолеты видел? Видел. Куда летали, знаешь? Знаешь. Что носили самолеты? Знаешь? Знаешь, знаешь. На себе почувствовал, когда машину с крыши забирал. Так почему молчал? И знают белгородцы, что ответить им нечего будет. Хотя, конечно же, никакие суровые украинские войны в Белгороде не появятся. Белгород – это территория БНР. А мы уважаем международно принятые границы. А наступление в СОУ будет. Рашистам надо что-то делать. И вот все, что они могут, это бомбить города Украины. И не важно, как полетит сушка. Главное – отчитаться. Вылетела, сбросила. Сейчас сбросила на своих же. Ну, а что? Я что-то как-то не слышал, чтобы кто-то за это был наказан. Зачем? Сам же себя не накажешь? Поэтому ждите. Завтра будут еще бомбы. Российские же. И когда вы уже взорветесь, как эта бомба, и снесете тех, кто вам реально угрожает, тех, из-за кого вам на головы падают бомбы, не можете? Ну, ок, украинцы вам помогут. Ждите контрнаступления в СОУ. Уже недолго осталось. СОУ.